АТВ ИХСАН представляет Они взяли в плен потомков Расуля, салли Аллаху алейхи вассалям, и отвели их в Куфу. Когда пленники из Кербелы прибыли в Куфу, люди вышли им навстречу с рыданиями. Али-младший с удивлением сказал, «Этот народ оплакивает нас, а кто же убил наших родных?» Зайнаб, родная сестра Хусейна, обладавшая таким же красноречием, как и ее отец, встала, в первую очередь воздала Всевышнему искреннюю хвалу, затем благословила пророка, салли Аллаху алейхи вассалям, и гневно обрушилась на Куфийцев. «О Куфийцы! О предатели! Почему вы плачете? Разве плач по нам спасет вас от заслуженного наказания после того, как вы перебили нас?» Достанется ли Ахират врагам, оставившим уважение к сыну, дочери Расуля, салли Аллаху алейхи вассалям? Зайнаб сказала им все, что они заслуживали во всех отношениях. Речь Зайнаб заставила жителей Куфы прислушаться к голосу совести. Признав вину и стыдясь самих себя, они опустили головы, сказав, «Эта женщина говорит правду». Оттуда пленников доставили к Ибн Зияду. Когда их привели, Зайнаб в горести села в сторонке. Ибн Зияд спросил, кто эта женщина. Зайнаб не ответила. Он снова повторил вопрос, кто та, которая села. Один из его приспешников сказал, что это Зайнаб. Затем злосчастный и проклятый Ибн Зияд обратился к Зайнаб, восхвалив Всевышнего, и бесстыдно сказал сукаризной, «Видели, что сделал вам Всевышний?» Зайнаб, дочь Али, я услышал, что твой отец тушил огонь лампы, чтобы люди не видели твою тень. Это правда? Зайнаб ответила Ибн Зияду, словно пронзила ему грудь. «Благодарю Аллаха за то, что вас улетит». Зайнаб упрекнула его так, что язык у него стал заплетаться, и он ничего не смог ответить. Разрывая ему сердце, она резко произнесла, «Да заплачет твоя мать, о сын Марджанат». Убайдуллах очень рассердился, но Амр ибн Харис осадил его. Ибн Зияд с неприязнью взглянул на Али и спросил, «Разве его там не убили?» «Али, которого убили там, был мой старший брат, и он отомстит вам», – ответил Али-младший. Убайдуллах, признав Али совершеннолетним, приказал убить и его. Тогда Зайнаб встала, обняла Али и сказала, «Если вы хотите его убить, то убейте сначала меня». Али попросил свою тетю дать ему ответить самому и сказал ибн Зияду, «Быть убитыми – обычное дело для нас, мученическая смерть – почет для нас. Этим ли ты хочешь меня напугать?» У ибн Зияда не нашлось на это ответа, и он велел увести мальчика с его глаз. Затем он собрал людей в мечети, поднялся на Минбар и прочитал проповедь. Начав свою речь с восхваления Всевышнего, он сообщил людям о том, что цель достигнута. Ибн Зияд поделился радостью по поводу гибели Хусейна, радья Аллаху ангу, и сказал, «Благодаря помощи, оказанной Язиду Всевышним, выявившим истинных праведных людей, убить самозванец – сын самозванца». От этих слов злосчастного Убайдуллаха у Абдуллаха ибн Афифа стало тяжело на душе. Когда ибн Зияд стал порочить Али и Хусейна, да будет доволен имя Аллах, в его груди, исполненной веры, заполыхал огонь. Он вскочил, как безумный, и высказал этому проклятому все, что пришло на язык. «Обманщик, сын обманщика, это ты сам, как и тот, кому ты служишь. Как не стыдно вам, истребившим потомков Расуля, салли Аллаху алейхи вассалям, говорить что-либо. О, враг Аллаха, тебе несовестно говорить об этом мусульманам». Убайдуллах спросил, кто это выступает, желая узнать, кто его обвинил. В ответ Абдуллах сказал, «Это я, о, враг Аллаха. Аллах так не оставит вас, разглагольствующих об исламе, будто вы любите его, истребив потомков рода, сохраненного в чистоте Всевышнем, и пленив женщин и детей. Нет ли здесь детей ансаров и мухаджиров, чтобы отомстить этому проклятому, лишенному милости Всевышнего», – иступленно выкрикнул Абдуллах. Он заставил Ибн Зияда забыть о гневе, вызванном Зайнаб. Убайдуллах надулся и приказал привести Абдуллаха к нему. Приспешники Убайдуллаха поспешно кинулись за ним, но родня быстро увела его домой. Но разве Убайдуллах успокоится, дав уйти Абдуллаху? Разве оставит он в живых того, кто обвинил его? Он отправил Шабаса ибн Раби с группой людей, приказав им немедленно доставить к нему этого слепого. Абдуллах ибн Афиф потерял зрение в сражении вместе с Али, ради Аллаху ангу, против Муавиата. До родных Абдуллаха дошла горькая весть о том, что идут гонцы Убайдуллаха. Они спешно собрали свои силы. К ним присоединились и племена из Йемена. Прибывшие люди Убайдуллаха решительно были настроены забрать Абдуллаха. Между ними произошла стычка, в результате которой многие люди отправились на тот свет. Дочь Абдуллаха сообщила отцу, что люди ибн Зияда врываются в дом. Слепой Абдуллах ибн Афиф велел ей принести саблю. Враги взломали дверь и как джинны вломились в дом. Они попытались схватить Абдуллаха, но тот, размахивая саблей, стал сопротивляться. Видя это, его дочь подумала, «Если бы я была мужчиной». В конце концов Абдуллаха схватили и отвели к ибн Зияду. Убайдуллах сказал ему, «Хвала Всевышнему, который унизил тебя передо мной». Абдуллах ответил, «О враг Аллаха, это ли ты считаешь унижением?» и добавил с сожалением, «Если бы ко мне вернулось зрение, вот тогда бы ты узнал». «О враг своего нафса, что ты скажешь о гибели Усмана ибн Афана, радия Аллаху ангу», спросил Убайдуллах, намекая на то, что Усман, радия Аллаху ангу, был убит якобы сведомо Али, радия Аллаху ангу. Тот в ответ спросил, «Почему ты, ибн Марджан, спрашиваешь об Усмане, радия Аллаху ангу, а не о своем отце?» Ибн Зияд поклялся именем Аллаха, что больше не спросит его ни о чем, и приказал убить. «Погибнуть от ваших рук большая удача для меня», воскликнул Абдуллах. «Ведь я горевал от того, что просил Всевышнего о смерти шахида и не получал ее. Хвала Творцу, создавшему меня, что хоть сейчас ответил на мою мольбу». Люди Убайдуллаха тотчас убили Абдуллаха, и сын Афифа возрадовался, получив ответ на мольбу. Он достиг желаемого, погибнув смертью шахида, и его драгоценная душа полетела на Барзах. Абдуллах находился в войске Али, радия Аллаху ангу, когда тот воевал с мятежниками. В двух разных сражениях от стрел мятежников он потерял зрение и остался калекой. Вечные войны, ушедшие из этого мира, предпочтя Ахират и желая умереть шахидами, отдавшие жизнь ради Всевышнего, достанут дары рая, дозволенными для вас. Продолжение следует. После этой чумы под названием COVID-19 наши войска ослабели. Чтобы поправить их здоровье, необходим реабилитационный центр возле моря. НОК «Журавли» это современный научно-оздоровительный комплекс, построен по инициативе перспективного российского ученого Магомедова Магомеда Хабибовича. Предлагаются оздоровительные процедуры по ряду направлений лечения и реабилитации. Оздоровительный центр комплекса «Журавли» располагает многопрофильной лечебной базой. Для более подробной информации перейдите на официальный сайт по ссылке в описании.